Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Наш доклад коснется достаточно редкого и грозного осложнения, связанного с замедленной элиминацией высоких доз метатриксата. Всем вам известен этот препарат. Он занял достаточно прочно свою терапевтическую нишу в онкологии. Известен уже не одно десятилетие. Метатриксат относится к группе антиметаболитов с антифалатной активностью. Спектр опухолей, при которых используются высокие дозы метатриксата, достаточно велик. Это лейкозы, лимфомы, опухоли мозга и остеогенная саркома, где мы с вами используем дозу в 12 грамм на метр квадратный. Для того, чтобы нам с вами понять причины замедления элиминации метатриксата из сыворотки крови, следует вспомнить немножко о вопросах фармакокинетики и фармакодинамики препарата. Препарат проникает в клетку несколькими путями. В первую очередь посредством белков переносчиков редуцированных фалатов. Кроме того, при его высоких инфузиях метатриксат способен к проникновению в клетку пассивно по градиенту концентрации. И уже на этом этапе он начинает конкурировать с фолиевой кислотой за проникновение внутрь клетки. Внутриклеточный препарат подвергается полиглютамации под воздействием ферментов фоли-полиглютамат синтетазы. Полиглютамация необходима для того, чтобы максимально проявить противоопухолевую эффективность метатриксата. Полиглютаматные формы не удаляются из клетки, они в ней задерживаются. Кроме того, они обладают значительно большей активностью в отношении ферментов мишеней. И проявляется это действие наиболее активно в пролифилирующих клетках и, соответственно, в опухолевых клонах. Ключевым ферментом воздействия полиглютаматных форме метатриксата является фермент дегидрофолат редуктаза. Это ключевой фермент внутриклеточного фолатного цикла. Он ответственен за пополнение пола тетрагидрофолатов и непосредственно тетрагидрофолаты уже способствуют тому, что они восстанавливают синтез пуринов и тимидина и репарацию ДНК и нуклеиновых кислот. Антагонистом фоли-полиглютамат синтетаза является гамма-глютамат гидролаза. Под воздействием этого фермента происходит трансферзия полиглютаматных форм метатриксата в моноформы. И вот моноформы уже очень легко удаляются из клетки посредством белков, так называемые белки, помпы множественной лекарственной устойчивости и, в частности, П-гликопротеид. На схеме вы видите химические структуры тетрагидрофолатов и метатриксата, полиглютаматных форм метатриксата. И здесь видно, насколько они между собой похожи, что объясняет их конкурирующее действие на дегидрофолат редуктазу. И разница существует только в остатке птероидной кислоты. Помимо дегидрофолат редуктазы у полиглютаматных форм метатриксата достаточно много различных мишеней. Здесь представлены те ферменты, которые также участвуют в фолатном цикле. Это и тимидилат синтетаза, и глицинамидорибонуклеотид трансформелаза, метионин синтетаза, метилентетрогидрофолат редуктаза и так далее. Что происходит в клетках печени с метатриксатом? Метатриксат подвергается гидроксилированию под воздействием фермента альдегидоксидазы. И гидроксилируется до 7-гидроксиметатриксата. Сам по себе этот метаболит практически не обладает активностью в отношении дегидрофолат редуктазы. И считается, что он не является токсичным для организма. Одной его неприятной особенностью является то, что он практически полностью нерастворим в воде. 7-гидроксиметатриксат выделяется через почки. При развитии кислой среды он легко прецепитируется на почечных канальцах и запускает процессы метатриксат, индуцированный острой почечной токсичности. Уже существует информация не об одном гене, мутации в которых вызывают те или иные нарушения элиминации метатриксата. Здесь я представила три основных гена. Ген метилтетрагидрофолат редуктазы. Точечная мутация в 677 позиции с заменой темидина на цитозин приводит к нарушению функции этого гена. Он становится гораздо более термолобильным. И в итоге нарушение его функции сопровождается накоплением в клетке продуктов метаболизма, несовместимых с ее жизнью, и индуцирует апоптоз. Надо сказать, что вот эта мутация встречается в 10-16% населения. И, может быть, достаточно часто она, собственно говоря, является причиной непереносимости метатриксата. Мутация в гене гамма-глутамат-гидролазы приводит к нарушению функции этого фермента и накоплению пола полиглютаматных форм метатриксата внутри клетки, которые не разрушаются до моноформ и не выводятся из клетки. И, наконец, мутация в гене лекарственной полирезистентности приводит к нарушению функции трансмембранного белка-переносчика П-гликопротеида, который ответственен за выделение метатриксата из клетки, что тоже будет способствовать накоплению его внутри клетки и потенцированию его токсического действия. Такие факты, как лекарственные взаимодействия, предсуществующие нарушения функций почек, недостаточная гидротация организма, наличие патологических жидкостей в плевральных полостях, асцита и недостаточная алкализация организма, также, как мы все с вами знаем, могут быть причиной нарушения элиминации метатриксата. Токсичность метатриксата разнообразна, она нам хорошо известна, и надо сказать, что до сих пор около 6% пациентов, к сожалению, погибают от непереносимой токсичности метатриксата. Большинство из них погибают от осложнений, связанных с выраженной милосупрессией, с развитием септических осложнений и геморрагических осложнений, а также от тяжелой почечной недостаточности. Применение высоких доз метатриксата стало возможным только после того, как в клинику была введена так называемая риск-терапия. В первую очередь это связано с введением в практику антидота метатриксата лейковарина. Кроме того, за рубежом активно применяется карбоксипептидаза только в случаях замедленной его элиминации. Кроме того, применяются различные варианты эфирентной терапии. И, несомненно, введение высоких доз метатриксата возможно только при условии его тщательного мониторинга в сыворотке крови. Механизм действия лейковарина как антидота метатриксата связан с тем, что он превращается в тетрагидрофолаты без воздействия фермента дегидрофолатредуктаза, которая полностью ингибирована метатриксатом. Именно поэтому при введении пациентом лейковарин очень быстро восстанавливает пул пуринов и примединов и приводит к восстановлению биосинтеза нуклеиновых кислот и белков. Во всех протоколах существуют определенные формулы для расчета уровня лейковарина, определенные критерии его назначения. Здесь я для примера представила формулу, нам хорошо известную, и номограмму, которая используется в протоколе Евромоз в случае, если у нас идет замедленная элиминация метатриксата. Однако, что нам остается делать, когда мы получаем уровень метатриксата в сыворотке крови, значительно превышающий указанную здесь цифру, может быть, она не очень хорошо видна, 70 микромоль на литр. В этом случае в нашем отделении существует запатентованная таблица расчета дозы лейковарина в зависимости от концентрации сывороточного метатриксата в различные временные точки. Здесь вы видите концентрацию сывороточного метатриксата, временные точки. На пересечении мы получаем ту дозу лейковарина, которую нужно вводить этому пациенту. Немного скажу о карбоксипептидазе. Опять-таки в Европе и в Америке, несомненно, именно этот препарат используется в случае замедления элиминации метатриксата. Он введен уже в протоколы. Одна единственная лаборатория, которая производит этот препарат, находится в небезызвестном городе Солсбери и, в принципе, обеспечивает всю Европу этим препаратом. Это энзим, это рекомбинантный бактериальный фермент, получаемый из штамма псевдомона СРС-16. Карбоксипептидаза вызывает быстрое разрушение метатриксата до двух неактивных метаболитов. И, несомненно, эффект этого препарата наиболее очевиден при введении в достаточно ближайшее время от выявленной замедленной элиминации. Это 48-72 часа. И наиболее эффективен препарат как раз при индуцированной почечной недостаточности. К великому сожалению, в нашей стране вареназа не зарегистрирована, и поэтому мы не имеем возможности применять этот препарат. У себя в отделении мы очень активно пользуемся процедурами плазмообмена в случае замедленной элиминации метатриксата. Величину планируемого плазмообмена мы определяем по объему циркулирующей плазмы. Количество сеансов плазмообмена определяется скоростью элиминации метатриксата и наличием осложнений у пациентов. Позвольте представить вам два клинических примера из нашей практики. Первый ребенок – это мальчик 12 лет с диагнозом астагенной саркомы, который получал первое введение метатриксата. В стандартной расчетной дозе фактически он получил почти 16,5 грамм. Инфузия длилась 4 часа с хорошей гидротацией и алкализацией организма с почасовым диурезом, достигавшим 2 мл на кг.ч. Предсшествующего нарушения функции почек других органов у мальчика отмечено не было. Тем не менее, в точке 24 часа, это в первой контрольной точке, мы получаем концентрацию метатриксата почти 900 мкм на литр при норме до 20. Клиренс метатриксата оказался замедленным. Фармакокинетический параметр площади под кривой концентрации время напротив был значительно превышен и достигал 15,5 мкм на час. Длительность элиминации метатриксата составила 144 часа, и при этом мы провели ему 3 процедуры плазмообмена. Здесь вы видите графическое изображение элиминации метатриксата. Синяя линия – это цифры значения концентрации сыворочного метатриксата в различные временные точки. Красной линии – доза ликаварина, которая при этом используется. И стрелками показаны процедуры плазмообмена. Достаточно выраженной гепатотоксичностью сопровождалась замедленная элиминация препарата у этого пациента с достижением уровня трансаминаза выше 3000 единиц. Нефротоксичность отмечалась второй степени. Гематологическая токсичность в основном за счет анемии, потребовавшей заместительных трансфузий ретроцитарной извеси. И, тем не менее, пациент был выписан из стационара уже на 12-е сутки от момента введения препарата в удовлетворительном состоянии. Второй пациент – юноша 17 лет. И у него это было уже пятое введение метатриксата в стандартных дозах. Стандартная инфузия, гидротация 5000 мл на метр квадратных. Функция почек не страдала, функция печени не страдала. Концентрация метатриксата в первой точке составила почти 400 мкм на литр. Клиренс его был еще более замедленным и достигал 30 мкм в минуту. Фармакогенетический параметр площади под кривой составил более 12 мкм. Пациент выводил метатриксат 15 суток. И при этом мы выполнили ему 7 процедур плазмообмена. Вот вы видите на слайде. Достаточно быстрое, как кажется, снижение. Но, тем не менее, если посмотреть временные точки, то, например, в точке 96 часов концентрация метатриксата в сыровидке составляла 50 мкм. При том, что в это время его уже просто не должно быть в крови. И вот этот хвост продолжался очень-очень долго. Гепатотоксичность была достаточно серьезной, но не такой выраженной, как у предыдущего пациента. А вот нефротоксичность достигала третьей степени и заставила нас понервничать. Скорость клубочковой фильтрации снижалась до 25 мл. Гематологическая токсичность была стандартной. И мы выписали пациента на 20-е сутки в удовлетворительном состоянии. Итак, причины замедленной элиминации метатриксата полиэтилогичны. Это могут быть и генетические поломки, это могут быть внешние воздействия. И зачастую сложно сказать, какова же причина у конкретного больного возникновения ситуации замедленной элиминации метатриксата, особенно в случаях, если это не первое введение. Мероприятия при нарушении элиминации метатриксата должны быть направлены как на профилактику, так и на купирование возможных осложнений токсического действия этого препарата. И должны подключать все методы детоксикации в алгоритме лечения этих пациентов. Благодарим за внимание. Продолжение следует...